Орел и решка Понятно, лакшери отдых в Саратове становится, я не знаю даже, что страшнее, лакшери отдых в Саратове или бюджетный отдых в Саратове. Я предлагаю это, мы как раз и узнаем. Удачи тебе, давай крепись, бутильный. По моим финансам, мне недоступны ни гостиницы, ни отели, мне придется жить в хостеле. Но, тем не менее, это, можно сказать, центр города, улица Октябрьская, несколько остановок, и ты попадаешь на набережную, либо на театральную площадь. Ну что ж, пойдем осваиваться, для меня это первое, потому что я первый раз буду жить в хостеле. Забегая вперед, сразу скажу, почти все мое путешествие по Саратову будет словно в первый раз. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Развивайтесь? Да, развивайтесь. Нас заверили, что тапочки после каждого постояльца дезинфицируют. Поверим на слово. Несколько комнат, есть семейный номер, но мне по карману только койка места. Напоминает вагон поезда. Кровать, правда, намного мягче, а вон за сумкой глаз за глаз нужен. Ну, точно как в поезде. Вместо шведского стола один на всех холодильник. Продукты у каждого свои. Здесь звезд, как отелей с неба не хватают. Хостел оценивают через систему бронирования отелей. У этого хостела почти 9 баллов. Неплохо. Интересно, а в какой отель заселится Сергей? Эту ночь я проведу как настоящий белый человек в апартаментах класса люкс. Возможно, в этом номере отдыхали президенты, шейхи и даже цари. Впрочем, давайте посмотрим. Кажется, нас, как настоящих царей, встречает красная ковровая дорожка. Воу! Воу! Это рукавица для полировки обуви. Блестит, как новая. Джакузи! Сразу в голове вспоминается песня «Максим, наверное, это мой рай». Наверное, это мой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета. Сергей! Сергей! Работает. А, что такое? Какой работ? Где работать? Работа не волк, в лес не убежит. О, стоп! Тут есть еще и третий этаж. Ванна была. Спальня была. Что на третьем этаже-то? Расскажите мне. Ах, так это же просто мансарда такая. Какой вид открывается на нашу саратовскую землю, русскую, красивую. По-моему, я проникся этой дорогой, богатой жизнью с двумя уборными, тремя этажами. И у меня тут один вопрос возникает. А вы что тут делаете? Мне кажется, уже пора заканчивать все это. И, кстати, табличка вот не беспокоить, да? Прочитали? Пока. Доброй ночи. Турист золотой карты и кушать должен по-царски. Поэтому в Саратове мы нашли одно место, где нам сделали эксклюзивное предложение. Ваше розовое вино и бураты с красной микрой. Приятного аппетита. Это потрясающе. Магаданские креветки с соусом тайский чили и сливочным. Немного остренького, да? Кстати, в этом блюде самое главное даже не столько само блюдо, сколько его подача. Вы сейчас увидите. Ух ты! Это не блюдо, а настоящее шоу. Шоу закончилось, и теперь пришла пора попробовать магаданских креветок. Под азотом. Надеюсь, это безопасно. Бог Нептун, помоги мне. А интересно, у Маши еда вкусная. Беляши, небось, какие-нибудь местные. А то с ее бюджетом в Саратове сильно не разгуляешься. Креветок не поешь. Сыр крафтового тоже. Я бы тоже уже хотела наконец-то полакомиться, но хотелось бы попробовать чисто саратовскую еду. И я думаю, ни для кого не секрет, что одним из символов Саратова и тоже претендентом на бренд Саратова является саратский калач. Попробуем сейчас отыскать, где же у нас в городе или области вообще его выпекают. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, у вас можно ли на заказ либо приобрести как-то саратский калач? Калач? Калач. Саратский калач. А калач? Калач в чем? Плюс к 3 метров и 5 метров. Калачи на хлебокомбинате производят калач? Это трудоемка по согласованию с гендиректором, потому что приходится останавливать целую производственную линию, чтобы выпечать на калач. Да уж, в Саратов калачом точно не заманишь. Оказалось, что один из символов Саратова, можно сказать, его бренд, найти сложнее, чем какой-либо дорогой деликатес. Но и здесь есть проблема. Их делает всего лишь несколько штук. Мы договорились, чтобы нам один, единственный и последний калач, чтобы нам его оставили, чтобы мы успели его приобрести. Большими партиями его не выпекают? Заказывают там куда-то, по 20 у нас заказывали, по 30 штук. На какое-то мероприятие там. Сейчас мы устроим нашему калачу проверку на прочность, как это делали купцы, судя по легендам. И, говорят, отличительная особенность саратовского калача, но, я думаю, наверное, всех, это то, что при нажатии он должен вернуть свои пышные формы. Проверим. Вот он, тест на прочность. Мне кажется, медленно, 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 но верно. Он приподнимается. Хочу его попробовать все-таки на вкус. М-м-м, потому что запах просто волшебный. Клубы – скучно, боулинг – скучно, театр – скучно. Надо придумать что-то такое пооригинальнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, боги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я хочу сказать только одно. Земля, я люблю тебя! Снежок, родненький вы хороший, травка. Но на самом деле на высоте просто потрясающе. Мы делали вот такие виражи, делали вот такие повороты. Ребята, это просто неповторимо. Обязательно попробуйте. Обязательно. Пока Сергей радуется, что он наконец-то мог снова прикоснуться к земле, я от нее отрываться и не собираюсь. Сергей смотрел на Саратов с высоты птичьего полета, а я буду протаптывать самые известные маршруты саратовские, собственно говоря, своими ногами. Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, мы начнем нашу экскурсию от памятника Чернышевскому. Вообще интересная история связана с установкой этого памятника. Ведь Иосиф Юрьевич Сталин не одобрил проект Кибальникова. Дело в том, что Иосиф Юрьевичу Сталину не понравился сам Николай Горелович Чернышевский. Эскизы, а именно укладка волос, его, скажем так, вот эта вот поза, да, своеобразная. Да, адреналина, как у Сергея, на этой экскурсии мне не видать, но зато узнаю интересные факты о Саратове историческом. Недорогая экскурсия от культурного центра Сталыпина. Все лучше, чем лежать на диване. Сегодня я буду культурно просвещаться и отправляюсь в театр. Ну, собственно говоря, не отправляюсь, а уже практически прибыла. Он находится в жилом многоэтажном доме, в его подвале. Здесь настолько все атмосферно и камерно. Предлагаю вам заглянуть вместе с нами и посмотреть. Само название «Балаганчик» с твердым знаком на конце – блоковское название пьесы. Эпоха модерна, серебряный век. Все, что вот здесь вы видите, такой стиль бога, знаете, это от слова «богемия», когда и цыганщина, и эстетство, и все вместе, много тканей, много кисточек. Вот на грани фола, на грани, я даже не говорю слово «бескусица», вот здесь очень сложно перейти эту грань. Синтез разных жанров, музыки, поэзии, пластики – уникальный формат. Этого, можно сказать, комнатного театра дает возможность увидеть игру актеров. Все их эмоции на расстоянии вытянутой руки. Сегодня мы находимся в культурном сердце города Саратова, в Кривеческом музее. Для нас, как для ВИП-гостей, сегодня специально проведут театрализованные мероприятия. И посвящено оно Дню всех влюбленных. В этот день все герои в музее начинают оживать. «Мой друг, вы влюблены. Признайтесь, я держу пари, что это Серж». «Я? Вы первый раз увидели, что так сразу?» «Я влюблена». «Вы знаете, в такой обстановке чувствуешь себя немного неловко, потому что как будто бы ты подслушиваешь чужой, очень интимный разговор про любовь». «Ну, давайте посмотрим». «От маменьки сердиты и от парочек любопытных». «Эта стильная шляпа на мне неспроста. Сегодня нас ждет уникальная для Саратова процедура – купание в чане. Очень даже приятно!» «О, я себя чувствую немного супчиком, потому что этот чан варится на настоящем огне». «На улице холодно, а тут тепло. Холодно – тепло». Кстати, организаторы этой СПА-процедуры говорили, что этот чан омолаживает. Поэтому чисто теоретически я могу выйти отсюда ребенком. Пока Сергей томится в огромном чане, я несу свою тушку к Волге. Искупаться летом может каждый, а вот нырнуть зимой в прорубь, да еще и в первый раз, отважатся вряд ли многие. Моральную поддержку мне будут оказывать члены клуба закаливания «Нептун». Всего в их составе несколько сотен человек. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Приятно с вами познакомиться с такими отважными людьми. А как нужно настраивать себя? Потому что, да, я хочу себя сейчас представить не здесь, в Саратове, а где-нибудь в теплых краях, понимаете, где. Да, я вот тут приехала. Я была в Черном море, купалась. А мне я сделала специально, чтобы поплавать в холодном море вчера. Мне уже холодно! Кстати, в этом чане температура воды около 40 градусов. И, находясь в нем, очень себя чувствуешь комфортно. Интересно, а у Маши водичка сейчас тепленькая? 4 градуса, Сергей. Я оценю твое чувство юмора и медленно погружаюсь в ледяную воду. Слава богу, под руку с опытным моржом. Ну что ж, вот теперь я по-настоящему окунулась в суровый отдых бедного туриста. Кажется, супчик готов. Пора вылазить. Скажу честно, вылазить совсем не хочется. После этой процедуры я с полной уверенностью могу себя назвать моржом. Неужели я это сделала? Маша, цела, здорово, собаки не погрызли. Ну как твой бюджетный отдых? Да ты знаешь, вполне привемлемо. Я даже удивлена. Потому что, в принципе, я уже слышала и о театре в жилом доме, и о том, что вообще у нас существует клуб моржевания, и о том, что у нас есть саратовский калач. У нас есть саратовский калач. Да, он есть. Он как истинно где-то рядом, ему еще нужно поискать, но он есть. Но тем не менее, я впервые попробовала калач, я впервые побывала в этом театре и окунулась в прорубь. Так что я настоящий морж. А денежек-то хватило? Денежек. Ты знаешь, хватило. Я на некоторые свои развлечения не потратила ни рубля, в отличие от некоторых. Вот как тебе было путешествовать с неограниченным бюджетом? Ну я немножко разорил телеканал наш любимый. Но зато я побывал в Чане. Эксклюзивная экскурсия. Поел вообще нереальных диковинок. Поэтому я считаю и с уверенностью могу сказать, что в Саратове есть где отдохнуть даже людям с неограниченным бюджетом, как я. Да, то есть мы можем сейчас смело приглашать наших федеральных коллег к нам в Саратов. Саратов им есть где разбираться. Сто процентов. И встретим их с нашим саратовским калачом.